Время новостей на телеканале Актиз в студии Мария Бачина. Здравствуйте и коротко о главных темах выпуска. А теперь обо всем подробнее. Правительство Иркутской области утвердило дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий военнослужащих. К ним относятся участники вооруженных конфликтов в Приднестровье, Осетии, Нагорном Карабахе и в других спорных территориях. Им полагается ежемесячная денежная выплата, частичная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги и при наличии медицинских показаний путевки на саниторно-курортное лечение. Указанные льготы распространяются на тех, кто не имеет звания ветерана боевых действий. Основанием для их получения может стать справка из военного комиссариата. Вместе с заявлением ее следует предоставить в Управление социальной защиты. В Госдуме намерены упростить порядок признания умершими тех, кто пропал без вести в ходе специальной военной операции. Как полагают авторы инициативы, это поможет их семьям получить необходимые социальные гарантии более оперативно. Согласно действующим нормам, пропавшие в ходе боевых действий могут быть признаны умершими лишь спустя два года после их окончания. Для участников военной специальной операции и жителей бывших украинских территорий планируют сократить этот срок до шести месяцев. Соответствующий законопроект сейчас на стадии обсуждения. Накануне профильный комитет Госдумы рекомендовал принять его в первом чтении. К другим темам. В правительстве России утвердили перечень мер по охране озера Байкал. Среди них искусственное воспроизводство омуля в крупных водоемах Иркутской области и Бурятии. Учет популяции будут проводить в электронной форме. Также профильным министерствам поручено организовать подготовку кадров для рыбоводных заводов и обеспечить их господдержкой. А для любительской ловли Байкальского омуля до конца апреля должны определить дополнительные территории. В домах Иркутской области в этом году заменят более 300 лифтов. Средства будут выделены фондом капитального ремонта. За качеством исполнения следят областные чиновники. Накануне представители правительства региона посетили Усолье-Сибирское. Сейчас там продолжаются работы по замене 11 подъемников. Часть из них уже сдали в эксплуатацию. Сегодня находимся, работаем в Усолье-Сибирском. Заехали на дом, где был, по сути, установлен новый лифт. На двери имеют ограничения по такому аварийному закрытию. Очень комфортно для маломобильных групп населения. Видим, что работы выполнены на совесть. И пользоваться этим лифтом достаточно комфортно для жителей. Региональные власти оценили и качество других работ. В частности, ремонт кровли и фасадов. Отмечается, для Усолье-Сибирского даже разработали специальный дизайн-проект. Предполагается, что у каждого района города будет своя цветовая палитра. Капитальный ремонт многоквартирных домов вновь под контролем муниципалитета. Накануне администрация округа заключила соглашение о продлении функций технического заказчика. Это значит, что город может сам выбирать подрядчика для ремонта домов, а также контролировать весь ход выполнения работ. Ремонт многоквартирных домов для городских жителей – одна из наболевших тем. Ведь здания имеют свойство изнашиваться, в результате чего в них становится жить невыносимо. В 2014 году ответственность за содержание жилья легла на плечи собственников квартир. Тогда же появился фонд капитального ремонта, куда граждане обязаны вносить взносы. В дальнейшем эти средства направляют на восстановление фасадов и крыш, замену лифтов и инженерных сетей. Не все понимали, что собственность, в которой они проживают, что это именно их собственность. И бремя ремонтов лежит на собственнике. Поэтому было достаточно тяжело. Действительно, было время, когда средства фонда аккумулировались, а фонд до прихода Валерия Анатольевна, по крайней мере, не мог должным образом именно сопровождать эти ремонты. И не всегда и количеством, и в качественном составляющем. Одна из основных проблем, с которой столкнулись собственники жилья – недобросовестность подрядчиков. Чаще всего сроки сдачи объектов приходилось переносить, а качество работ оставляло желать лучшего. В администрации округа настояли на том, чтобы фонд передал муниципалитету функции технического заказчика. Добиться этого удалось в 2020 году. Сейчас мэрия отвечает за выбор строительной организации, участвует в приемке работы, принимает жалобы от жильцов. К слову, их за последние два года стало гораздо меньше. Сегодня представители администрации и фонда капитального ремонта пролонгировали соглашение о сотрудничестве. Это значит, что администрация Ангарска взяла на себя ответственность за проведение капитального ремонта в городе, за большую часть. Частично, конечно, особенно там, где лифт или газовое оборудование делаем мы, а большую часть у нас сейчас исполняет администрация города Ангарска. И вот сегодня мы продлили это соглашение на еще 2024-2025 годы для того, чтобы у нас было долгосрочное планирование, чтобы мы могли спокойно с собственниками отработать на будущие виды работ, чтобы мы определили большее количество домов. И надеемся, что это долгосрочное сотрудничество будет успешным. В Ангарском округе в этом году капитального ремонта ожидают более 100 домов. Региональная программа включает в себя реконструкцию крыш, инженерных коммуникаций, подвальных помещений, фасадов и многое другое. Что необходимо отремонтировать в первую очередь, выбирают жильцы совместно с управляющей компанией. При этом, как уточняют в фонде, финансирование будут распределять с учетом собираемости взносов. Мария Константинова, Наталья Хмелева, Александр Черник. Местное время. Сегодня в Иркутске правоохранительные органы пресекли работу сети подпольных казино. Задержаны 8 человек, которым предъявлены обвинения в незаконной организации азартных игр. По версии следствия, с мая прошлого года подозреваемые проводили турниры по покеру. Информацию о них игроки получали в закрытых группах в мессенджерах. В рамках расследования уголовного дела проведены 12 обысков в жилищах фигурантов, а также иных нежилых помещениях. Изъяты системные блоки, компьютеры, а также столы для игры в покер, фишки и карты. Кроме того, изъята документация интересующая следствие. В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Коммунальная авария произошла накануне в Ангарске. В СНТ «Тополек-2» без энергоснабжения остались около 500 частных домов. Электричество восстановили спустя 10 часов. Что послужило причиной отключения, узнавали мои коллеги. Электричество в этом садоводстве пропало в разгар рабочего дня. Как рассказывает председатель СНТ «Тополек-2» Рамиль Сулейманов, технический форс-мажор случился в ходе проведения земляных работ. Подрядчики копали траншею на территории пункта приема металлолома и повредили подземную высоковольтную линию. Сообщается, что работы не были согласованы с энергетиками. После аварии строители скрылись. К вечеру на место выехала ремонтная группа. Мы взялись сверхурочно в ночное время нам помочь и восстановить нашу линию. Общими усилиями, так как земля мороженая промерзла, мы с нашими садоводами вместе откопали второй конец кабеля. И к часу ночи уже авария была устранена и электричество было подано уже в дома. Подземный кабель обследовали с помощью специальной передвижной лаборатории. На то, чтобы выявить неполадку, ушло несколько часов. Электричество удалось восстановить лишь поздней ночью. В данном случае оперативно было вызвано в органы УВД, было написано заявление, поэтому всё на контроле. Будем считать, что пока обошлись малость крови, но ещё раз говорю, и в очередной раз показало, что где делаешь не по закону, начинаешь набивать шишки. По словам местных жителей, подобные перебои с электроснабжением в этом СНТ случаются редко. За последние шесть лет отключение электричества на продолжительное время произошло впервые. Наталья Хмелёва, Оксана Крикунова, Дмитрий Новопашин. Местное время. В государственном архиве Иркутской области работают над созданием выставки, посвященной героям России и Советского Союза. В основе экспозиции – фотографии времён Великой Отечественной войны. Примечательно, что выставка передвижная. В течение года её будут демонстрировать в колледжах, техникумах, в вузах города. В 2022 году Государственный архив принял документы от областного военного комиссариата Иркутской области, которые содержат материалы об иркутянах, ушедших на фронт. Эти документы в течение полугода проходили реставрационные работы. И сегодня часть, которые прошли реставрацию, мы их оцифровали. И они представлены на сайте архива для всех желающих, кто хочет узнать историю о своих предках. Отметим, что наряду с подвигами советских солдат, создатели экспозиции рассказывают и о текущих вооружённых конфликтах. Например, отдельный стенд посвящён герою России Эдуарду Дьяконову. Молодой человек погиб, спасая сослуживцев в ходе спецоперации на Украине. Су-27 На вооружении у русских «Витязей» стоят и современные истребители Су-35С, которые позволяют пилотам выполнять задачи в режиме сверхманёбренности. Делегация из Московского медуниверситета имени Сеченова оценила работу местных урологов. Сегодня специалисты посетили Ангарскую городскую больницу. Они познакомились с условиями, в которых оказывается помощь пациентам с проблемами мочеполовой системы, среди проблем, о которых шла речь, нехватка специалистов и свободных площадей. Урологическое отделение находится на сегодня в очень стеснённых условиях. Врачи делают всё возможное в тех, опять же, да, просто физически расположенных палатах и операционных, в которых они сейчас находятся, но при этом каких-то критических замечаний получено не было ими, потому что можно с уверенностью говорить, что жители города Ангарска защищены со стороны врача-урологов очень серьёзно. По словам главного врача Ангарской городской больницы, в ближайшее время помещения урологического отделения будут отреставрированы. Также их снабдят новым диагностическим оборудованием. Будь уверен, будь здоров. Акцию с таким названием сегодня проводили метрологи Росстандарта. Жители Ангарского округа могли обратиться за бесплатной поверкой бытовых тонометров. Эти аппараты используют для измерения артериального давления. Организаторы приурочили мероприятие к Всемирному дню здоровья. Подробности у Анастасии Москаленко. По данным Министерства здравоохранения, гипертонией в России страдает примерно 40% взрослого населения. Контролировать артериальное давление для этих людей – жизненная необходимость. Но чтобы вовремя принять лекарства, нужно быть уверенным в точности показателей тонометра. Тонометры нужно постоянно делать поверку, чтобы быть уверенным, что они показывают давление правильно. Акцию «Будь уверен, будь здоров» проводят специалисты Ангарского отдела поверки Государственного регионального центра стандартизации метрологии испытаний в Иркутской области. Это мероприятие ежегодное. Отметим, что с каждым разом желающих убедиться в точности своего тонометра становится все больше. Некоторым из приборов, что приносят на поверку, уже больше 15 лет. Наша библиотека уже не первый год принимает участие. Мы с 2018 года являемся партнерами акции «Будь уверен, будь здоров», которая приурочена к Всемирному дню здоровья. И помогаем организаторам и людям нашего города поверять тонометры. Вы правильно делаете. Большое спасибо. Посмотрите, сколько народу. Все хотят быть здоровыми. И узнать, правильно у них работает этот аппарат или нет. И все пришли. Очень большое спасибо. За последние пять лет представители Росстандарта поверили более 60 тысяч бытовых тонометров. Неисправности выявлены в 10% случаев. Грациозные и изящные. В областном центре состоялось открытое первенство по эстетической гимнастике. Соревнования собрали спортсменок со всего региона, а также из Красноярского края. Выступления проходили в течение двух дней. В числе участников – ангарская команда. Жюри оценивала технику исполнения и артистизм. Все гимнастки очень выросли за ближайшие даже два года. И город Братск вырос, и Тайшет. Продвигаем город Иркутск и город Ангарск, чтобы наши гимнастки также были на пьедесталах и также развивались и росли. Этот вид спорта сочетает в себе классическую художественную гимнастику, танец и акробатику. Девушки выступают только группами. И главное для них – синхронность. На сегодня это все новости. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. С вами была Мария Бачина. До встречи в эфире на телеканале Актис.